Едкий дым в свалке затягивал небо Усть-Бургузина почти 300 дней в году. Огонь ежегодно угрожал лесу, жилым домам по соседству. И всё это почти на берегу Байкала. Убирать свалку начали только в прошлом году. На федеральные деньги госконтракт на рекультивацию выиграл и Пэттен Коногов. Но работа сразу не задалась. В контракте предусмотрено организовать полностью весь подготовительный этап с учётом видеокамер, с учётом трансляций в интернет, чтобы люди даже могли видеть открыто это дело. Опять же, заказчик с этим не справился. После замечания камеры на полигоне, Иглонас в машины установили. Для вывоза мусора Тен Коногов привлёк субподрядчиков. Примерно 20 предпринимателей дали в аренду грузовики и водители. За год они вывезли весь мусор. Но оплату получили только за первое полугодие. Суммарный объём долга у нас получается по выгоду около 30 миллионов. А Тен Коногова, жена Дениса Сергеевича, сказала, что перед перевозчиками у них где-то около 55, ну в пределах 60 миллионов. Вот только подписанных актов по выполненным работам у предпринимателя нет. Хотя до этого за вывоз груза им оплачивали. Только в кубометрах. Вот, например, за 114 кубометров оплата составила более 140 тысяч рублей. Но неожиданно выяснилось, что по госконтракту считать нужно в тоннах. Как они перевели кубы в тонны, мы не знаем. Даже сообразим, как это может быть мусор измерен в тоннах. Это где песок, где палка, где вообще там что-то, пилок насыпанный. У нас контракт есть в кубометрах. Потом откуда-то вылезает тонна. И нам не хотят оплачивать эти деньги. Кубические метры нам подтверждают, сколько нужно было по контракту выполнить. Тем не менее оплаты пока нет. Вроде бы оплата к вам уже поступила. Все деньги, которые поступали, они были израсходов на ГСМ. Позиции жертвы была бы оправдана, если бы не одно «но». Оплата в тоннаже изначально описана в смете госконтракта. Пропустить этот пункт такому опытному, казалось бы, подрядчику непростительно. Хотя, может быть, опыт и подсказал. Фокусы с отходами заметила счетная палата еще в 2020 году. На других свалках в Улан-Удэ и в пригороде. По результатам проведенной проверки выявлено, что фактически вывезен объем мусора, документально подтверденный на полигонах твердых бытовых отходов, оказался значительно, в некоторых случаях, кратно меньше, чем было сдано и представлено к оплате. Теперь вывозом отходов трехлетней давности заинтересовало следствие. Но и по действующему из Баргузинскому контракту есть вопросы. Вот фотографии выезда машины со свалки. На кадрах видно – грузовик полупустой. Только зарегистрируют его как полный. На полигонах в Заиграево и Гусенозерске загруженность машин не проверяют, как утверждает эксперт. По его отчетам Министерство природных ресурсов и принимало работу подрядчика. Полигон берет по актам замеру кузова. Он не смотрит, сколько загружено. У него там камеры есть или нет. Он идет по полной полигон. Он не проверяет факт загрузки. Не проверяет факт загрузки. Экспертная организация. Некоторые машины они не засчитали. Вышла машина – хорошо, загрузилась она на свалке. Пошла по дороге. ГЛОНАСС у нее потерялся. Дошла до полигона. Мы там на полигоне уже не видим, дошла она, не дошла. То есть по ГЛОНАССу она не отслеживается. Куда она где свернула. На сегодняшний момент, может, это сговор между подрядчиком и полигоном. Откуда я знаю? У ГЛОНАСС нет. И это не единственное нарушение. Другая экспертная группа еще зимой зафиксировала больше 20 недочетов в работе. От небезопасных условий труда до не огороженной полностью территории. И в том числе отсутствие плана графика. Все же заказчик проверки Минприроды оплатил аванс. Оказалось, что мы ему оплатили аванс со всей суммы. Он должен был бы вывезти 224 тысяч тонн. А по факту вывез 99 тысяч тонн. Такая путаница связана с коэффициентом плотности отходов. Один и тот же объем мусора. Изначально на бумаге был тяжелее, а при оплате стал легче. А вместе с этим упала и общая сумма за вывоз. Почти на 100 миллионов рублей. Недоразумение изначально заметил и эксперт. Тонна защищали, потому что, да, возможно, он увеличен. И когда я начал работать, я уже знал, в первые дни у меня должно быть столько. Я сразу написал всем письма. И подрядчику сразу в декабре всем написал, что у вас здесь немножко вот так должно быть. Били тревогу и общественники. За работой Танканогова следили с начала заключения контракта. На протяжении больше, чем год сотрудники Министерства природы не принимали к вниманию те акты, которые мы им направляли по результатам общественного контроля. Не предъявили, согласно реестру контрактов, ни одной претензии в адрес Танканогова. Кроме того, не соблюдался график финансирования. Финансирование федеральное по нацпроекту «Чистая страна». Как расходовали средства, этим уже заинтересовалась природоохранная прокуратура. В настоящее время в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при исполнении государственного контракта, заключенного между Министерством природных ресурсов Республики Бурятия и ИПТ Анканогова. Разведены выезды, уже истребованы все необходимые документы. А вот взаимоотношения подрядчика с предпринимателями теперь, видимо, только их дело. По суд подрядчикам. Что вы рекомендуете? Подать в суд. Мы предлагали им, чтобы они пошли в суд. И мы, соответственно, им поможем с документами, с расчетами и так далее. Они же этого не хотят. Отметим, вывоз мусора – это только первый этап госконтракта. Впереди еще биологические работы. Завоз грунта, торфа, посев травы. Все надо успеть завершить до ноября.